Кто из нас не слышал этих удивительных слов евангельского благовестия, слов, которые сказал сам Иисус Христос? Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить Его, но чтобы мир был спасен через Него. Вот мы иногда недочитываем этой последней строчки, сказанной Христом, но это выражение и это значение для каждого из нас имеет очень важное в жизни утверждение. Бог не посылает в мир Своего возлюбленного Сына Иисуса Христа, чтобы осудить грешников. Больше того, Христос открывает нам истину, что Он пришел спасать не праведников, а таких, как мы, грешников, призвать к покаянию, к исправлению. И чем больше, оказывается, по учению Евангелия прощается грехов человеку, тем он больше любит. Человек, который за собой не чувствует грехов, он даже и в церковь не ходит, и не исповедуется. Зачем ему каяться, когда он как святой, как он о себе думает, высоко и надменный. Но человек, который понял, что нет праведного ни одного, и, как сказано в Евангелии, если говорим, что нет в нас греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас, все согрешены. Един свят, един Господь Иисус Христос, во славе Бога Отца. Аминь. И вот если мы понимаем, что оказывается и я грешен, и святой Исаак Сирин говорит, начало духовной жизни как раз и заключается в том, что человек начинает видеть, вы слышите, свои грехи, бесчисленные, как песок морской. Вот это и есть только начало духовной жизни. Даруй мне, Господи, зреть и моя прегрешение, и не осуждать брата моего. Молим мы всем великим постом великого Бога. Потому что я вижу чужие грехи, я замечаю все вокруг меня, но я совершенно не смотрю внутрь самого себя. А там и тщеславие, и гордость, и разражительность, и себялюбие, и многие-многие грехи и пороки, над которыми мне жизни не хватит поработать, попросить у Бога прощения и исправиться. И тут же, конечно, враг рода человеческого ряда, он желает не спасения, как Бог, а как враг Бога, он желает нашей погибели. Вот почему существует добро, благословленное и приятное Богу, и зло, творимое дьяволом и слугами Его. Я сегодня приведу вам один пример. Например, церковь прославляет в этот день святую преподобную Феодору Александрийскую. Очень красивая женщина. У них был супружеский союз с замечательным, благочестивым мужчиной и юношей, с которым они сыграли свадьбу, жили, как говорят сейчас, душа в душу. У них еще не было детей, они были еще совсем молоды, только медовый месяц, только радость, только счастье впереди. Но был некий богатый человек, который прельстился красотой этого человека. И он захотел, вожделевая супруги, иметь с ней блудную связь. И всячески пытался соблазнить ее на это. Имея деньги, он подсылал всевозможные подарки, оказывал знаки внимания. Она даже и не подразумевала, и не собиралась изменять своему мужу. Но он не ослабевал в своем страстном, греховном, блудном желании. Почему? Потому что дьявол позавидовал такой любви между супругами. Муж и жена любили так друг друга, что на весь мир, казалось бы, они не обращали никакого внимания. Но тот богатый человек не унимался. Он пошел еще на одну лукавую хитрость. Вы слышите? Лукавый. Лукавый дьявол. Он научает людей разбить то, что создано в любви. Посеять зло, раздор. Вот дела сатаны. И он решает подкупить одну авторитетную в этой семье женщину, которая бы побеседовала с этой прекрасной женщиной, молодой женой, о том, чтобы она соблазнила и привлекла ее к этому греховному сожительству. Та, будучи хитрой и лукавой, подошла к этой женщине, а читала Евангелие, эта красивая женщина, не так часто. Семейная жизнь иногда затмевает глаза. И люди забывают и про Евангелие, и про важность ходить в церковь. И вот она, будучи еще вот такой влюбленной, счастливой женою, но немного, немного отошедшей от евангельской истины и церковного богослужения, и в том числе таинств, послушала эту женщину, которая, смотрите, что ей сказала. Ты веришь во всемогущего Бога? Да. Ты веришь во Христа? Да. Он действительно распялся? Конечно. И воскрес? Да. Смотрите, какой духовный разговор, как в раю с Евой, дьявол через уста этой женщины, начинает с Феодорой. А знаешь ли ты, что то, что творится ночью, Бог не видит? Этого я не знаю. Вот ночью Бог не видит, и то, что творится ночью, грехом вовсе не считается. Правда? Даже не знал об этом. И поэтому приходи в такой-то час к одному богатому человеку, и он окажет тебе знаки внимания. И даже если что-то будет ночью, Бог тебя не осудит. Ведь ты будешь без греха. О, какой лукавый враг через уста этой подкупленной женщины сработал в свою сторону. И она приходит, наивная, красивая, добрая, любящая свою мужа. Ну, раз уж так уговорила. И она падает с этим богатым человеком в блудный грех. А потом она приходит в себя, и, глядя в глаза мужу, она понимает, что она сделала. Какой тяжкий грех она совершила. Она уходит в отдельную комнату. Она, как в полном смысле слова, как описывает ее житие, сегодня прославляемой Феодоры, она рвала на себе волосы и била себя нещадно по лицу. Она не могла смотреть на своего любящего мужа. Она настолько возненавидела свой грех, что побежала к знакомой игумени, что мне делать? Может быть, уже и жить не стоит. Вот чего хочет дьявол, вы слышите? Ввергнуть человека в отчаяние и окончательно его погубить через какой-то грех в отчаяние и в погибель. Но она прибежала к игумени, знакомой, и то утешила ее. И сказала, что Христос пришел спасать не праведников, а грешников, призвать покаяния. Вспомни, напомнила это опытная игуменья о том, что женщина-блудница пришла к Иисусу Христу и слезами омыла ноги Спасителю, и волосами своими оттирала его ноги. Ведь он пришел в этот мир не судить его, а пришел, чтобы спасти. Вот эти слова, которые сегодня прозвучали за божественной литургией, сказала опытная игуменья. Бог послал Сына Своего в мир, чтобы не судить его, а чтобы спасти его. Она, осознав свою тяжкую, греховную прошлую жизнь, свой поступок, осознав свое преступление, она не возвращается домой. Она считает себя недостойной даже войти под кровь любящего супруга. Она уходит в монастырь. Очень интересное житие, чем оно закончится. Она умирает с молитвой на устах. И душу ее, исполненную благодатного покаяния, Господь принимает в Свои вечные обители. Когда ее хоронили, а отпевать ее должны были как монаха, как инока. Игумен это делать запретил, потому что ему уже было открыто, что он женщина. И когда братья собрались у гроба, ну как это, не может быть. Он приоткрыл ее перси и показал, что она женщина. Вывод из этой истории достаточно прост. Смотрите, живущие в семье, как хитер, лукавый враг, как он подставляет симпатичных, богатых мужчин или женщин, как легко оступиться и изменить супружескому союзу. Никогда не позволяйте даже посмотреть на Крис красивую или красивого, богатого вне собственной семьи. Берегите эти ценности семьи, любви. Вы слышите? Верности. Я хочу пожелать всем вам мира, в семье благополучия, верности. Смотрите, видите, как очень важно смотреть друг на друга и с мужем, и с женой. Смотреть в одну сторону, не смотреть по сторонам друг на друга и в одну сторону. Тогда не соблазнишься. Это касается и мужчин, и женщин, и юношей, и девушек, и будущих женихов, и будущих невест, которые стоят здесь и уже думают, а как я свою супружескую жизнь построю? Вот только в верности, в любви и согласии. Раз и на всю жизнь. Так что любите друг друга. Бога любите. В церковь ходите. Чаще участвуйте в таинствах церкви, от чего немного, удалившись супружеским счастьем, удалилась Феодора с мужем. Чаще читайте Евангелие. Чаще причащайтесь к святых христовых тайн, потому что тайна Христова укрепляет нас. И если мы в таинстве исповеди получаем прощение грехов, то в момент причащения святых христовых таинств, эта великая святыня попаляет в нас склонность ко греху. Вот почему не только каюсь, прихожу, исповедуюсь, а грех во мне, природой живет. Бог испепеляет склонность ко греху тех, кто причащается святых христовых таинств. И ему открывается вот этот лукавый, хитрый замысел. Он видит, что происходит. А тот, который удаляется, он как бы говорит, ну как все. Живу как хочется. Я же свободный человек, говорит ему снова лукавый. И потому, дорогие, не уклоняясь от таинств, участвуйте всей семьей. Почаще причащайтесь с детьми, с женой, кто с мужем. Приходите, молитесь, не пропускайте ни одного воскресного богослужения. И помните, что если даже кто-то из нас споткнется и упадет в какой-либо грех, никогда не отчаивайтесь. Помните слова, которые сегодня вы услышали еще раз в Церкви Христовой. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить Его, но чтобы мир был спасен. Вот почему мы так любим Господа. Почему мы и должны любить Его всем сердцем, всей душой, всем помышлением, что Он пришел ради каждого из нас. И чем больше нам прощается грехов, как Феодора, как она возлюбила Господа, всю свою жизнь превратила в покаяние, терпение, поношение, осуждение, все претерпела и получила награду небесную. И своими молитвами могла исцелять больных. Вот так Бог раскаившегося грешника не только прощает, но и усыновляет, удочеряет и делает Его святым. Вот какой наш Христос, который пришел не праведников спасать, а таких, как мы с вами, призвать к покаянию. Да укрепит всех нас Христос в этой святой православной вере. И да не забудет каждый из нас, что Судья праведный пришел нас спасти. А грешников, так же, как всех остальных, призвать к покаянию. Храни вас всех Христос, дорогие братья и сестры, и Пресвятая Богородица. Аминь.